Колеса меньше, мобильность больше. Спрос в Перми на самокаты и другие маленькие средства передвижения заметно вырос, ведь их можно легко разместить в офисе и не ломать голову, решая проблему, где же припарковаться. Дмитрий Гаврилов изучал, насколько хороши и удобны двухколесные игрушки для взрослых. Еще не так давно взрослый человек на самокате в Перми или в другом крупном городе страны вызывал искреннее удивление среди прохожих, особенно если за рулем человек в деловом костюме. Сегодня же этим сложно кого-то поразить. Это удобное и мобильное средство для передвижения, зачастую заменяющее людям общественный транспорт. Сейчас, кстати, самый сезон. Он очень удобный, компактный и сокращает мне время, то есть экономит мне время. То есть, допустим, я достаточно далеко живу от своего места учебы, живу я в общаге, и хожу пешком минут 30. А благодаря самокату я доезжаю за минут 15, успеваю на пары. Многим действительно куда проще взять с собой самокаты, прокатиться с ветерком до магазина или офиса, чем толкаться в общественном транспорте или стоять в пробках. Все больше пермяков делают выборы в пользу дешевого и экологически чистого вида транспорта. К тому же он компактен, сложить и разложить самокат можно в считанные секунды. С ним легко можно войти в автобус, трамвай и даже троллейбус, ряды которых в Перми заметно поредели. Также самокат свободно помещается в багажнике автомобиля. В общем, всегда рядом. И за парковку платить не надо. Но перед тем, как встать за руль, все же надо потренироваться. Двухколесное средство передвижения хоть и простое, но опасное. Для начинающих лучше ездить по ровной дороге и смотреть, куда вообще едешь, потому что даже маленький камушек может заставить упасть. В таком количестве электросамокаты в нашем городе появились относительно недавно. Но популярность они, похоже, только начинают набирать. Причем в самых разных слоях населения, самых разных моделей полно как в магазинах, так и в пунктах проката. За три дня более ста пермских и не только пермских уже покатались. Но это очень больше популярности, тем более уже во всей Европе. Уже это доступно в Москве. Но мы решили и на нашу Пермь, Пермский край это перенести. Относительно простенький электросамокат способен разгоняться до 20-30 км в час. А те, что помощнее, догоняют в два раза быстрее. В условиях нынешнего пермского периода зачастую автомобили едут медленнее. Между тем на Востоке и на Западе самокаты популярны давно. Серьезные бизнесмены и крупные чиновники с ветерком следуют на работу. С некоторым опозданием, но и до нашего города доходит эта тенденция. Кстати, помимо дешевизны и экологичности, есть и другой большой плюс. Всадник этого алюминиевого коня дает организму физические нагрузки без посещения спортзалов и фитнес-центров. Дмитрий Гаврилов, Валерий Шукунов, Мария Грязнова, Телевизионная служба новостей.